Скайвэй Инновационный транспорт, который движется над землей по высокопрочным струнным рельсам. Стальные тросы внутри рельсов способны сделать эстакаду Скайвэй до трех раз прочнее обычных мостов. Прочная эстакада делает движение плавным и безопасным. Строительство почти не требует места на земле. Опоры струнного транспорта можно возвести в любой точке планеты. От жаркой пустыни до вечной мерзлоты. Электродвигатель Скайвэй позволит сделать атмосферу чище. Чтобы обеспечить лучшее качество транспорта, на производстве Скайвэй используют одни из самых современных технологий. Цифровая платформа 3D Experience и американское оборудование Haas, которое применяют при строительстве самолетов и космических ракет. Создатель технологии инженер Анатолий Юницкий разрабатывал проект Скайвэй более 40 лет. Он написал десятки научных работ, получил два гранта ООН и в 2016 году запустил производство струнного транспорта. С тех пор Скайвэй представлен на 19 международных выставках от Берлина до Сингапура. Достижения проекта обсуждают мировые СМИ от CNN до TV Tokyo. Новые разработки Скайвэй каждый год демонстрируются в центре испытаний Экотехнопарк. Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Начинать будем прямо ровно в 15.00, чтобы кому-то не казалось, что как-то затягиваем время. И на самом деле сейчас такой период, что время очень ценно. Как вам, кстати, вообще живется, кто с каких стран? Я думаю, что многие на карантине. Поставьте плюсики, кто находится на карантине. Вот у меня скоро вообще будет щелка уже отрастать, то есть к парикмахеру сходить некогда. Это было ранее и сейчас вообще невозможно. Это современные реалии, которые нам предстоит освоить. И о них, на самом деле, мы предупреждали еще давно. Я лично предупреждал это на словацкой конференции, что коронавирус и что вирус вообще выйдет за пределы Китая. К этому нужно готовиться и нужно перестраиваться на удаленную работу. Кто сейчас перестроился, на самом деле, ну вот Вячеслав сказал, что парикмахерские заработали, но я думаю, что каждому лидеру сейчас нужно беречься и вообще не выходить из дома, если куда-то выходить, мыть руки, обрабатывать антисептиком. То есть это типичные меры, которые нужно соблюдать. Это не какой-то фейк, выдумка, а просто мера безопасности. Которая пройдет, как говорил Соломон Великий, что и это пройдет. Но это происходит не просто так. И на этом вебинаре я также дам свой взгляд. Поставьте плюсики, кто знает самые главные на сегодняшний день веб-ресурсы генерального конструктора той компании, которую мы финансируем. Вот, пожалуйста, вам самые главные ресурсы. И я хочу отметить, что у генерального конструктора появился Инстаграм, который регулярно ведется. У кого есть Инстаграм, пожалуйста, прямо после этого вебинара зайдите, добавьтесь. Потому что это очень помогает мне лично, например, развивать зарубежный рынок. Когда SEO компании ведет свои личные социальные сети, ресурсы, то это дорогого стоит, потому что это первоочередный источник, на который заходят новые партнеры. И на иностранном рынке это очень хорошо работает. Когда мы запустим модули, все пять модулей обучения на Инстаграм, они будут бесплатны не для всех. Я рекомендую максимально быстро на сегодняшний день критерии подтянуться до мастеров. И всем от мастера это будет доступно бесплатно. Мы будем выстраивать мощную командную работу в Инстаграм. На данный момент хочу сообщить, что на нашу площадку, на автобэп-офис, сейчас можно называть уже внешнюю платформу, полностью залит контент по продажам. И это ведущий специалист по продажам, которого мы обязательно анонсируем. И целый вебинар, я думаю, проведет Екатерина, который является куратором по именно переговорческой деятельности, то есть имеет огромный опыт провайдерской деятельности в сфере образования, в сфере бизнес-консалтинга, в сфере привлечения тренеров различных, бизнес-тренеров как российского уровня, так и международного масштаба. Но мы сейчас экономим ресурсы, поэтому поджали хвосты для того, чтобы направлять их на другое совершенно направление, о котором я также расскажу сегодня на вебинаре. Также, пожалуйста, помните об Unisky.engineer. Это замечательный ресурс, современный, который также очень мощно работает для ввода новых людей в систему. И, конечно же, YouTube генерального конструктора, где в недавнем времени был выложен целый случай по видеоблогу. Такие длинные выступления я могу припомнить только в самом начале. То есть в 2014 году, в 2015 году, когда сам генеральный конструктор еще ввел вебинары, да, было и такое время. И есть на самом деле стенографии этих вебинаров. Все, как говорится, зафиксировано, и ранее это нам очень сильно помогало в работе. Также мы после проведенного успешно имиджевого и ребрендинга и очень много перестраивается внутри работы, мы как и члены правления, и руководящие отделы департамента как в Москве, так и децентрализованные, так скажем, отделы, мы переходим тоже на систему командной работы. Как только все перейдут, я обязательно сообщу об этом, и будет специальный анонс, скорее всего, в новостях SWC. И сейчас мы заявляем открыто и четко, что в этих условиях в соответствующей реальности мы не то что не собираемся прекращать как-то работать, либо сбавлять темпы, хотя темпы текущей реальности и действительности старается сбавить, но и наращиваем максимально обороты. И сейчас, зайдя в инструменты партнера, Partners Tools, на любом языке вы увидите новые карточки по основным знаниям SWC. То есть вот все спрашивают меня, Алексей, а ты мог бы провести сам обучение? Франтишико спрашивает, сейчас он сфокусирован на проведении дубликации для спикеров. У нас будет скоро запущена целая линейка спикеров на все языки, на все страны. Это будет часть системы дубликации. И мы будем учить для работы в SWC не каким-то абстрактным вещам, а конкретным вещам, которые дают результат. Карточки я рекомендую использовать, потому что это, а, ввод в курс дела, такое, если говорить иностранным термином, пошаговая инструкция, туториал для нового участника, для того, чтобы он понял, что нужно знать в первую очередь, чего не следует делать. То есть вот, пожалуйста, как проект финансируется, как оформляется инвестиция, что это конвертируемый займ, что это не что-то иное, что не продаются акции, какие перспективы есть у инвестора, как я могу привлечь инвестора. И тут четко написано, что любая интерпретация, информация о той компании, которую мы с вами финансируем, я также в своей логике после ребрендинга стараюсь не произносить название компании, так как это максимально лучше защищает репутацию, если, допустим, вы сомневаетесь, что у вас могут быть как-то другие интерпретации того, что вы презентовали. Ну, в моем случае могут вырезать деятели и недоброжелатели, я думаю, что есть у нас какое-то количество. И также, что касается имиджевого регламента, правила, это очень важно. Не обещайте инвестору безусловную доходность. Не позиционируйте проект как акционерную компанию, позиционируйте именно как венчурный проект. Не упоминайте первых лиц любых государств, и в кнопочке при клике на подробнее вы увидите всплывающее окно. Да, вот Вячеслав сбросил. Я думаю, что те, кто на передовой, те, кто работают на рынке каждый день, уже в курсе об этих нововведениях, ну, я рекомендую всем сохранить эти карточки, потому что это очень понадобится вам в будущей деятельности. Это переведено на все языки абсолютно. И напоминаю, что у нас действует антикризисный курс доллара, и если кто-то радуется, что, например, доллар падает, рубль отрастает, то сделка ОПЕК, она сработала на определенное время. Но сейчас нефть начала снова стремительное падение вниз, сегодня рубль начал снова стремительно падать, и эта волатильность будет продолжаться. У нас стабильность, у нас курс доллара 70 рублей. Это сделано для того, чтобы те инвесторы, которые планируют и рассчитывают план рассрочек, например, либо каких-то последующих инвестиций, имели это в виду, и это один из первых видов гуманитарной помощи, потому что, конечно же, мы как компания обязаны помогать. Второй вид, я могу сказать, что это мы будем запускать вначале, в первую очередь, для лидеров, и статистика показала, что меньше тысячи людей, активные лидеры, которые действительно выстраивают работу и готовы работать с большими объемами информации. То есть это 10-20 контактов, как минимум, обрабатывать на одного человека в день. Я могу сказать, что это абсолютно подъемная цифра, абсолютно подъемная статистика, потому что я четко сам знаю и понимаю, сколько можно обрабатывать. Я это и делал, и делаю сейчас, выстраивая систему дубликации для новых партнеров. Я делаю это в первую очередь, потому что мы также, несмотря на свою деятельность, сейчас продолжаем привлекать инвестиции и инвестировать сами по рассрочкам, демонстрируя, в первую очередь, своим примером. Ну, в данном случае, я. Если кто-то меня скажет и спросит, Алексей, а сколько ты привлек вообще инвесторов за крайнее время, я могу сказать, что такая-то работа проделана. И в первую очередь, я это делаю для того, чтобы понять, каких инструментов нам на сегодняшний день не достает, что нужно поменять в личном кабинете, чтобы передать тому ответственному коллеге за личный кабинет в виде заданий на нашей внутренней, уже цифровой системы командной работы. Те люди, которые участвуют сейчас, вначале это был тест, сейчас это уже абсолютно масштабируемая история и рабочая, готовая система, которая продемонстрировала отличные результаты на рынке Кыргызстана, на рынке Казахстана. Сейчас подключился рынок Нигерии, и буквально на днях я провел переговоры с рынком Вьетнама, мы будем подключать различные структуры, но критерий именно лидерская команда, то есть это 3-5 человек минимум, готовых обрабатывать 100-200 контактов в день. Поток, как получать достойные контакты, мы отработали, я курировал и курирую это направление, я называю это стратегией ледокол. То есть вначале раскалывается лед, и мы действительно как ледокол пробиваем этот лед, для того, чтобы потом человек, который из обычного потенциального партнера становится инвестором, быстро смог стать лидером уже через систему дубликации, которой на данный момент занимается Frontish Solar. И современные презентации для дублирования работы будут и выложены, и будет записана, я думаю, ни одна серия вебинаров, которая далее будет выложена в логике нашего внутреннего корпоративного университета. Поэтому мы отказываемся от той логики, что заходи на вебинар, заходи на курс вебинаров, все это любой желающий сможет получить, просто зарегистрировавшись и подписав партнерское соглашение внутри личного кабинета SWC. Это будет доступно абсолютно каждому. Я говорю именно про растущую, и эта система будет становиться все более широкой, и широкая система обучения нашего партнера, так и система дубликации. Поэтому мы не будем проводить никакую серию вебинаров. Это необходимо, чтобы каждый сам в удобное для него время обучался, либо пропускал сквозь уши, сквозь глаза и думает, к примеру, что кто-то другой привлечет инвестиции. И на сегодняшний день я хотел бы остановиться на видеоблоге. На видеоблоге генерального конструктора осветить буквально три видео. Но вы прекрасно помните и знаете мою точку зрения, что я пытаюсь выкроить именно самое зерно, самое главное, и по традиции я выписал те тезисы, источник скриншота декларирует и демонстрирует, с каких источников взяты эти цитаты. Это то, что проговорил сам генеральный конструктор. А вы понимаете, что инженер-изобретатель той технологии, которую мы финансируем, слов на ветер абсолютно никогда не бросает. Первое. Работы не остановились полностью, но тормознулись. Требует больше времени, усилий, больше усилий. Все это решаемо. Работы ведутся на удалении, и мы по графику движемся к адресным проектам. В этом году однозначно будет проект, несмотря на трудности, и пойдет финансирование по этим проектам. Я думаю, на этом вообще можно закончить вебинар, потому что это слова основателя, это слова стратега, это слова человека, уверенного, несмотря на текущую неопределенность, рыночную нестабильность, экономическую, вообще экономический хаос, экономический шторм, который сейчас происходит, говорит такие слова. Второе. Возникали форс-мажоры, и вот Литва, в частности, отбросила нас на полтора-два года, если не больше. Далее шли другие слова, и потом генеральный конструктор сказал, что сейчас уже другой этап, этап выхода на рынок. Это я хотел бы отметить. Так, коллеги, у кого нет звука, пожалуйста, либо потом посмотрите в записи, потому что звук у всех есть, либо перезайдите. Для выхода на рынок стало понятно, что нельзя заказчику или крупному инвестору показать концепт. И здесь я хотел бы разъяснить. Первое, что сейчас мы находимся не на первом, не на втором этапе. Мы находимся на этапе после 14-го уже. То есть пройдено несколько подэтапов 14-го этапа. И это предвыход продукции и коммерческого продукта на рынок. и это будет сопровождаться только демонстрацией конкретному заказчику, конкретному инвестору на адресный проект того, что необходимо. То есть если нужны контейнерные перевозки, то нужно показать возможность перевозки 40-футовых контейнеров, возможность демонстрации скоростей необходимых. То есть это что касается пассажирского транспорта 150 км в час. Это будет продемонстрировано, потому что на самом деле на эко-технопарке в Республике Беларусь это просто невозможно. То есть развивалось все как могло на те ресурсы, которые поступали. Но все же технология была продемонстрирована, была продемонстрирована скорость легкого пассажирского модуля свыше 100 км в час, 103 км в час, если не ошибаюсь. Быстрее можно было разогнаться и совершить аварий. Это никому абсолютно не нужно и никто здесь не собирается устанавливать рекорды как спортивные болиды. Об этом, обо всем генеральный конструктор максимально подробно рассказал в своих выпусках и ответах на вопросы видеоблога. И это как раз вот то ценное время, когда сейчас в вебинарную действительность выходят вообще те инстанции, те компании, о которых можно было даже и не думать и не мечтать, что они когда-то будут вести онлайн-деятельность. Но сейчас все переходит в онлайн-режим. Целые финансовые структуры, целые государства и даже контролирующие вообще процессы по всем странам выходят в онлайн-трансляцию. И я думаю, что мы будем замечать очень интересные вещи. Не исключено, что некоторые вебинары также нам будут на руку. Но это увидим уже в будущем. И почему нельзя показывать незаконченный продукт заказчику? Если мы хотим предложить в данном случае это, конечно же, головная компания и лично генеральный конструктор, который как бизнесмен ведет очень серьезный бизнес уже года в Арабских Эмиратах. И это огромная проделанная работа. Это натянутая преднапряженная конструкция между небоскребами. Если что-то будет сделано не так, переговоры пройдут не так, я это сравнил в виде образа, как вы понимаете, то все рухнет. Поэтому только профессионалы это могут делать и делать то, что действительно необходимо заказчику. Третье, это заказчик, допустим, Дубая, они очень заинтересованы в нашем проекте, им нужны перевозки пассажиров больше, чем дубайское метро. Но здесь я сделаю ремарку, что не пойдет продемонстрировать примеру, тропический подвижной состав на количество пассажиров, не обеспечивающие этот поток в потенциале. То есть это должен быть продемонстрирован целый поезд, целый поезд в виде электронной сцепки подвижных составов, которые обеспечат эту производительность больше, чем дубайское метро. И все это уже запланировано и будет продемонстрировано. Это планировалось демонстрации к Экспо. И сейчас уже остались крайние подписания, как вот в своих следующих выпусках, либо уже выложен выпуск, генеральный конструктор сказал, что Экспо уже не будет по тому заявленному сроку, который был продекларирован. Будет точно перенос. И поэтому это нам на руку, потому что будет организована мини-выставка, возможно, именно в логике демонстрации того, что сейчас создается в инновационном центре Шаржи. И здесь я хотел бы сделать паузу. То есть представьте, насколько много компаний, насколько много людей захотят увидеть и в онлайн трансляцию. То есть я думаю, что предполагаю, что будет какая-то официальная онлайн трансляция, на которой и мы, скорее всего, сможем присутствовать. Это мои предположения, это мои желания, это мои догадки. И кто-то и приедет вживую, но на сегодняшний день границы закрыты даже между Дубаем и Шаржой. И невозможно перемещаться между Эмиратами, даже внутри Арабских Эмиратов. Но несмотря на это работа не останавливается. Четвертое. И все наши юнибусы, юникары, юнитраки, я это говорю в логике цитаты, поэтому есть ссылка на источник, значит, можно говорить публично название подвижных составов. Тоже будут реализованы, будут проданы, но не как первый проект. На них интерес есть, но пока откладывается на будущее. И я могу привести свой сам привозил, это моя была крайняя попытка по адресным проектам человека с Ливана, у него был конкретный проект по необходимой задаче строительства туристического направления, как именно пилотный проект для ряда стран. Был получен отказ, потому что это не стратегическая задача на сегодняшний день. И о стратегии, о том, что формирует, забегая вперед, антихрупкость компании, то есть я хотел бы, чтобы вы обратили на такой термин сегодняшний, который позиционируется ведущими экономистами. И Насим Талиб написал замечательную книгу, о ней я также о принципах заложенных в этих книгах, в его трудах я сегодня поведаю. Пятое, естественно, наработки по крупным инвесторам есть, они придут в этом году. Это без сомнения, потому что они видят, что мы активно работаем в Шарже и даже в это сложное время, когда многие предприятия стоят и многие не работают, мы все равно продолжаем там работать. Это не я говорю, дорогие друзья. Это говорит генеральный конструктор об потенциальных крупных инвесторах. А если он это говорит, значит, он это знает. и я хотел бы добавить и с нашей стороны потенциальные крупные инвесторы, которые также некоторые ждут, которые из того разряда, когда уже вот-вот будет маячить адресный проект, и они привыкли забегать в выходящий поезд, но с большими суммами. Такие процессы также идут и в направлении SWC. Стенд не моделирует всю машину, стенд моделирует путевую структуру. Естественно, с моделированием на стендах мы должны начинать опытную промышленную отработку того, что мы эксплуатируем. Сейчас это все ведет и к сертификации, и к тому, что я скажу на следующих слайдах. Стенд не моделирует, это был вопрос генеральному конструктору, что может быть достаточно стендовых испытаний и того, что было продемонстрировано на экотехнопарке, и того, что в первой фазе продемонстрировано. Нет, недостаточно. Мы не можем допустим предоставить потребителю половину Мерседеса, либо Мерседес какой-то в предыдущей модели, в предыдущей серии, и вот, пожалуйста, у нас есть чертежи, у нас есть предпроект, но машина еще не готова. Купите ли вы, как покупатель, машину именно наперед? Да, есть исключение, что Илон Маск продает кибертрак, но и то, там был законченный рабочий прототип, на котором он ездил по Лос-Анджелесу и демонстрировал в плане маркетинга, что это законченное работающее решение. Поэтому сделали заказы на кибертрак, и как только будут продемонстрированы на контейнерные перевозки, на пассажирские перевозки решения, я не говорю пока что о высокоскоростном, это следующий наш этап, но который обязательно, на мой взгляд, будет достигнут, не будет конкретного прихода инвестиций от крупных инвесторов на конкретный адресный проект, потому что у них есть конкретные ожидания. И теперь по предкризисным, по антикризисным мерам, которые и мы также в логике SWC и предприняли, и предпринимаем, и сейчас огромное количество сотрудников переведено на удаленную работу, также в логике SWC, весь московский офис работает на удалении сейчас, и в частности мы предприняли меры по экономии ресурсов, это говорит генеральный конструктор. Таким образом, мы до половины затрат по офису, там, где работает персонал, в том числе инженерный персонал, ну где-то вдвое сократим, это существенно, существенная будет экономия, вдвое сократим. Я знаю примерно эти цифры, это действительно существенная экономия, и сейчас нужно вкладываться только в кадровый потенциал, только в новое оборудование, и в создании того, на что есть уже заказчики, на что есть уже проект. В чате Надежда задает вопрос, когда будут платить дивиденды, нам обещали платить дивиденды, начиная с 2017 года, а кто знал в 2014 году, что Литва отбросит на несколько лет назад, кто знал, что будет пандемия, кто знал, что сегодня облетит вообще все средства массовой информации, телеграм-каналы, что наступает уже новая действительность, когда цифровая валюта Китаем уже запущена, был запущен в обращение цифровой юань, были слиты первые картинки, скрины, уже приложения, и это разработал сельскохозяйственный банк Китая, кто это мог предположить, и кто мог предположить, что блокчейн сейчас получит очень широкое назначение, кто мог предположить, и было ли подписано это в бизнес-плане, что технология и сам генеральный конструктор уйдет в Арабские Эмираты, да, были предприняты попытки, и генеральный конструктор замечательно в своем видеоблоге показал примеры, я в следующих вебинарах буду показывать примеры по IT-компаниям, но он показал примеры конкретно, например, по запуску шаттлов, что там вообще в 10 раз ошиблись по затратам, ну, то есть не на 50%, не на 3%, а в 10 раз ошиблись по затратам, сейчас то, что было продекларировано, на самом деле на те инвестиции, которые пришли, сам генеральный конструктор все реализовал, и это было продемонстрировано также на Экофесте, поэтому я могу сравнить текущую действительность, об этом будет слайд вообще с великой рецессией 1930-х годов, и сейчас многие компании вообще обрезают и убирают дивиденды, именитые мастодоны, именитые великие корпорации, а в 2020-м году при такой ситуации кто-то слепо ожидает дивидендов, и на самом деле я понимаю этих людей, потому что они не всегда живут в проекте, я рекомендую максимально погружаться в проект, потому что сейчас многие потеряли работу, и как раз таки можно обрести занятость, смысл жизни даже некий, и интересную деятельность, продвигая проект по всему миру, и это я могу сказать, так как я сам сейчас продолжаю привлекать инвестиции, несмотря на то, что мог бы этого не делать, но это не отразится на выполнении наших планов, поставьте от 1 до 10, как вам вообще мои аргументы, которые я привел, потому что эти аргументы, они более чем аргументированы в текущей реальной действительности. Многие компании просто рухнут. Те компании, которые не призваны быть антихрупкими, те компании, которые не призваны быть построенными навечно, они рухнут. Сейчас огромные дотации были выделены, вот недавно новость авиапромышленности, авиабизнесу, потому что они просто умрут, если их чуть-чуть не подпитать. А почему мировые автопроизводители перестраиваются сейчас на производство масок, производство ИВЛ, потому что их сейчас продукт не востребован, люди сидят по домам. Но если бы была создана технология, человек мог в принципе пользоваться, так как и в условиях пандемии реализована была бы технология и продолжали бы строиться проекты, я имею ввиду тот прорывной транспорт, который мы с вами развиваем. И можно было не просто как я через дорогу вообще уже устал от этого, что через дорогу только могу перейти и сходить в магазин, потому что небезопасно сейчас куда-то ходить, особенно с той ответственностью, которую многие на себя взяли. Поэтому мы и ходим, если бы я сел на легкий подвижной состав и с удовольствием на край города уехал бы, уверенным, что мне не нужно выходить, что на станции будет полный мониторинг моего здоровья, ну, либо чего-либо здоровья, температуры, и что враг с вирусом не зайдет вовнутрь транснета. Этого не может на сегодняшний день осуществить современная транспортная инфраструктура. Современная транспортная инфраструктура, она встала, она встала и в Китае, сейчас снова начала раскручиваться, она встала и во многих странах и городах. Ну, кстати, в Индии увидели наконец-то Гималайи, то есть уже у нас история и про Индию. То, что раньше из-за смока Гималайи невозможно было увидеть, это наряду как дельфины, уже ставшие мемом, вернулись в венецианские воды. И, естественно, наработки по крупным, так это говорил, многие вещи пересмотрим, уточним, в том числе бюджет, в том числе эффективность работы, в том числе производительность работы, чтобы понять, кто хорошо работает, кто плохо. Это просто в десятку, потому что это мы делаем и так же внутри. Для этого была внедрена внутренняя цифровая система командного взаимодействия. Мы даже внутри у себя среди друг друга выявим в SWC, кто работает хорошо, кто плохо, кто будет работать плохо, не выживет в этой системе. Но это не отразится на выполнении наших планов, говорит генеральный конструктор, и на сроки выполнения этих планов. Мы сэкономим деньги, которые нам нужны для других целей. И здесь я хотел бы провести параллель также с SWC. Вы помните, что на опережение на самом деле я вам сказал, что оффлайн мероприятие еще до карантина в Москве 100% будет отменено, потому что есть определенная интуиция, есть определенный опыт и есть определенное понимание того, что может настать. Это было предугадано, поэтому мы сосредоточились именно на онлайн мероприятиях и дублицированию такому срочному дублицированию спикерской системы и обучению их. Что-то должно было быть сделано ранее, и сейчас это ускоряется. Поэтому, возможно, не все сотрудники переживут антикризисные меры, потому что мы увидим, что можно работать и без них. Нет куда без добра, как говорится, когда кризисы это новые возможности, их нужно использовать. С этим я абсолютно согласен. Все равно движемся в рамках графика, что видят власть этой страны и другие. Несмотря на те проблемы, которые существуют во всем мире и у нас, мы продолжаем активно работать. И это не касается других компаний, которые работают в Арабских Эмиратах. Многие сейчас остановились. И генеральный конструктор делится с нами. То есть, повторюсь, это с 2014 года вот такое самое продолжительное вещание и ответы на вопросы, ну, наверное, первое. то есть, я не припомню такого. Помимо общения вживую, кому посчастливилось общаться с инженером, изобретателем технологии прорывного транспорта вживую. И далее, после того, как пандемия либо карантин закончится, этого времени не будет в режиме такой временной самоизоляции. и ответы на вопросы замечательно, что мы получаем из первых уст, нам нет необходимости строить какие-то догадки. Повторюсь, вот здесь из фразы к фразу, это причем из разных ответов, повторяется, что все движется в рамках графика, что ничего не останавливается. Тестовые трассы, которые, ну, это 12 уже пункт, который я отметил, тестовые трассы, которые строим в Шарже, там длинны по 2,5 километра, поэтому можем любой подвижной состав, который мы делаем, и подвесной, и навесной на этих трассах разгонять до скорости 150 километров в час без аварийных режимов. И это то, что в принципе было сказано и ранее мной, в Шарже это можно будет продемонстрировать. На Экотехнопарке это невозможно продемонстрировать безаварийной ситуации. То, что получим 500 километров в час, у меня сомнений нет, это говорит генеральный конструктор. Это будет на трассе длиной не менее 20 километров. И на самом деле это вход в мировую индустрию, и генеральный конструктор четко сказал, что если мы до этого этапа не дойдем, то мы будем серьезным бизнесом, но это уже от себя добавлю, но не самым крупным, каким могли бы стать, потому что именно высокие скорости, именно гиперскорости это преобразование и трансформация сегодняшней инфраструктуры и транспорта. И на это как раз требуются необходимые деньги, необходимые инвестиции, которые запланированы на 14 и 15 этап. Это самые серьезные по грузоподъемности материальных средств, этапы, которые присутствуют вообще в графике и в бизнес-плане. Основные усилия сейчас на это направлены, чтобы выйти на рынок с самым последним результатом и самым последним продуктом. Параллельно мы разрабатываем рыночный продукт, который отличается существенно от того, чем является прототип. То есть это гласит о том, что скорее всего высокоскоростной подвижной состав уже на трассе в Арабских Эмиратах, либо это будет в другой стране, будет совершенно другим. И всегда прочерчивается грань ноу-хау, чтобы конкуренты ни в коем разе, ни в коем случае не смогли нас догнать. И вот такая длинная цитата, я намеренно ее не сократил. Идем в рамках тех уточненных графиков, которые мы уже построили. Работать, работая в этой стране, и при этом хорошо, что мы проходим эти этапы, потому что мы легко реализуем адресные проекты. Мы получили опыт, который незаменим. Поэтому любой конкурент, который туда придет, не имея опыта, он не выиграет тендер. Тендер мы выиграем, потому что все видят, что мы получили опять именно здесь, извиняюсь, здесь пропущен мягкий знак, в Арабских Эмиратах, в тех условиях, которые есть. Не только что песок, ветер, соли, жара, но и то, что там свой менталитет, свои взаимоотношения и так далее, и мы тоже этот опыт получили. Эту цитату я рекомендую вообще новым участникам, которые только-только присматриваются к проекту, а сейчас очень много участников приходят на рекламу через те веб-ресурсы, которые непосредственно, вот я подкатывал эту систему еще с осени напережения, если бы это не было создано, если бы это не было обкатано, честно говоря, я не знаю, как мы бы сейчас брали бы холодные контакты и захватывали новый рынок, независимо от того, в какую страну мы хотим прийти. Хуже это работает на Европу и Россию, там больше дороже контакт Латинская Америка, Африка, Азия, мы охватим все эти страны и охватим удаленно, виртуально, поэтому я могу сказать, что сейчас у нас появляются не только реальные амбассадоры, но и виртуальные амбассадоры, я их так назову, они имеют те же от зоны ответственности выстроить рынок, но сейчас они выстраивают рынок виртуально, в области CRM-систем, контролируя, чтобы не нарушались границы имиджевого регламента, чтобы лидеры заполняли примечания о каждом проделанном разговоре, о каждой зум-встрече, сейчас мы живем в таких реалиях, и это дает инвестиции, сейчас эта система дает по 10, по 20 инвестиций за неделю, но масштабируя их на все страны, и я больше, чем уверен и в своих силах, и в силах команды, что мы это масштабируем далее, это будет уже 100-200 тысяч инвестиций за неделю, и мое желание лично, чтобы после окончания пандемии мы продолжили работать только в этом стиле, только удаленная работа, только максимально эффективная работа, которая не будет вас вставить в зависимость от вашего графика, даст максимальный выхлоп и результат, запомните эти мои слова, можете проверить после того, как в принципе пандемия закончится, я не могу сказать точно, это говорит генеральный конструктор, когда закончится 15-й этап, но то, что он не будет слишком долгим, это однозначно, это повторюсь, это не я говорю, это не мои цитаты, это главные моменты с видеоблога по случаю генерального конструктора, то есть это когда говорится от основателя компании говорит о том, что есть некая информация, которую нельзя разглашать, но посредованно он передает свою уверенность в том, что 15-й этап, извините, но он не будет слишком долгим, это однозначно, он не будет тянуться многие полугодия и не дай бог года, 17-й, поэтому процессы, которые непредсказуемы, они проходят, происходят постоянно, главное, чтобы они не были фатальными, что-то, да, может повлиять, где-то, да, может срок отодвинуться, но все равно это не будет фатальным для нас, потому что все равно мы построим тестовые участки, сертифицируем и параллельно будем делать адресные проекты, и это опять же характеризация и того, что буду говорить чуть далее, об антихрупкости компании, которую мы с вами финансируем, 18-е крайнее и очень важный на мой взгляд процесс сертификации идет и тогда сложатся пазлы эти, есть проект, есть все согласование, есть разрешение, есть финансирование, есть демонстрация и сертификация, нет вопросов стройте и все, пошли деньги на строительство и внимание снова на следующее продолжение и естественно параллельно завершать 15 этапов, это параллельные процессы, если бы вы мне сказали в 2014 году, что Алексей, 14-15 этап, да, они самые тяжелые, они самые серьезные по привлечению инвестиций, но инвестиции будут покрываться не только за счет привлечения инвестиций от мелких и средних инвесторов и относительно крупных, но и за счет финансирования адресных проектов, что это будут параллельные процессы, но тогда мне никто этого не сказал и тогда это невозможно было предположить, так как это были бы сказки, это было бы балабольство и сейчас это по факту говорится, потому что так оно и есть. И по тендерам также вы видите, что генеральный конструктор говорил, поэтому любой конкурент, который туда придет, не имея опыта, он не выиграет тендер. Ну, это на опережение сказано, но, наверное, тоже уверенность есть. Тендер мы выиграем, потому что все видят, что мы получили опять именно здесь какой опыт в арабских эмиратах. И здесь я не стал бы сам говорить на опережение о тендере, о выигрыше либо не выигрыше, но это предполагает генеральный конструктор. Если он так говорит, значит, оно так и есть. Поставьте от 1 до 10, как вам эта выборка тезисов. И мы обязательно сделаем истинографию для тех, кто вдруг сомневается смотреть либо не смотреть видеоблог. И кто экономит свое время, рекомендую, я в скорости 2 вообще смотрю, то есть в 2 раза быстрее. 1,5, 1,75 это 1,5 для меня даже это как-то медленно немножко. То есть экономьте свое время, в YouTube вы можете выстроить скорость. Если хотите чуть-чуть подождать, то мы обязательно выложим стенографию полную и также будем переводить на другие языки. Потому что это говорю не я, как спикер, который не имеет отношения к головной компании, потому что я там не работаю и я не реализую какие-то процессы в Арабских Эмиратах в Шарже, это говорит сам генеральный конструктор. И здесь никакого исковеркования и никаких подмен фактов и понятий не может быть, потому что это цитаты. И чат я пролистаю, там видел какие-то ответы. люди спрашивают про дивиденды. Кто обещал с 2017 года? Кто обещал много, да, тот покинул компанию и по моим вебинарам кстати тоже поставьте плюсы, кто считает, что я чего-то обещаю, что-то говорю, строю сказки и минусы, кто понимает, что на самом деле я всегда думаю о чем говорю и не в стиле Ховратова либо других спикеров, всегда я стараюсь говорить то, что есть на самом деле. Хотя если бы я говорил чуть больше в реальном разговоре, я мог бы привлечь может быть больше инвестиций, но такой я уж человек. Потому что лучше говорить правду, потому что неправда всегда всплывет далее. И мы переходим уже в следующую часть моего вебинара. Возможно, это получилось эмоционально. Меня очень сильно зарядили эти тезисы. Я сам хотел задать некоторые вопросы. На многие вопросы, которые все хотят задать, сам генеральный конструктор, пользуясь случаем, ответил. Что сейчас происходит? Что мы все ожидаем? И что будет точно? Будет точно мировой спад экономики. Это уже 100% и прогнозируется, что на 3% будет вообще спад мировой экономики, затормаживание всех абсолютно отраслей. Такие отрасли, которые зависели от авиаперемещений, от транспорта, от логистики, они долго не восстановятся вообще. Если говорить про туристическое направление, то вообще как минимум год эта может вся история продолжаться, и она будет видоизменена. И это крупнейшее падение вообще со времен Великой Депрессии. Не просто падение, это переход в затяжную рецессию. Будут происходить какие-то мимолетные проблески, мимолетные взлеты рынка, у тех, у кого активы, какие-то акции, если вы сейчас находитесь в минусе, то обязательно смотрите и следите, если плюс отросли, не факт, что это полностью выйдет вам в прибыль. Я рекомендую продавать даже с небольшим минусом, потому что сейчас наступило время неопределенности, время нестабильности. Но как раз таки такое время характеризует понятие антикрупкости компании. И та компания, которую мы с вами финансируем, на мой взгляд, это мой личный анализ, является антикрупкой. Я раньше называл генерального конструктора, можете пролистать, несколько лет назад ниндзя инноваций. Он таким является, потому что он придумал ту технологию, которая изменит весь мир. Но я не думал об антикрупкости компании, потому что никто не мог предугадать, что приплывет черный лебедь. Что в русской мифологии, если в переносном смысле говорить, коршун вьется, много образов можно переводить, смысл не в образах, смысл не в понятиях, смысл именно в смысле. Черным лебедем явился именно вирус. И вирус это только первые составы того локомотива, который тянет за собой вообще мировую рецессию. А что происходит, когда наступает мировая рецессия? Мировой экономике необходимо где-то подпитаться и найти те сферы, в которые можно вливать горячие деньги, которые печатаются станок печатается, неважно это цифровой станок либо реальный станок, смысл от этого не меняется. И смысл не поменяется. Перевес стран, компаний, может быть, то, что сейчас вводит Китай в свой цифровой юань, но в общем зачете в мире смысл от этого не поменяется. Все будет переходить в общемировую рецессию экономики. От этого никому абсолютно лучше не будет. И на следующем вебинаре я вам покажу те примеры, которые позволяли выйти из подобных рецессий. Но за черным лебедем в виде вируса будут происходить те вещи, которые мы не могли предугадать. Это хаос, это неопределенность, это полный беспредел, это то, что невозможно было предположить ни при каких обстоятельствах. Но если вы меня спросите, можно ли было предположить, что я вернусь с каникул январских и начнется вот такое, когда происходили пожары в Австралии, меня уже волновало, что вот высокосный год, но такого никто не мог предположить. Могли предположить только инсайдеры. Выстраивается это, сценарий это какой-то, это не нам решать и не нам говорить, но мы финансируем ту компанию, которая может стать основой именно такой концепции феникса, выхода из пепла мировой экономики, когда она будет в затяжной рецессии и необходимо выбрать будет ту сферу, ту среду, ту область, а в идеале ту создана с нуля и решает совершенно новые задачи и совершенно новые отрасли новые рождает, извините за слово новое, очень много, но действительно очень много нового, то в это направление будут вливаться деньги, и это мы с вами сейчас финансируем. Антихрупкость это не вечность компании, антихрупкость это невозможно сравнить с гибкостью, потому что в чем отличие от гибкости? ну гибкость это, знаете, такое классное управление, это гибкость подстраивания под систему мировой экономики и так далее, но гибкость восстановит прежний вид компании, либо какого-то предмета, если на него не воздействовать. Только те компании, на которых воздействует вот сегодняшний каос, они призваны тащить эту мировую экономику, они призваны доказать, что они антихрупкие, и когда генеральный конструктор говорит, что мы не останавливаемся, а могли остановиться, могли сказать, вот экспо отложено, экспо отложено, поэтому мы можем к примеру отложить инвестиции на год, на два, но никто этого не делает, потому что генеральный конструктор взял на себя ответственность, и у него как раз тикает отчет до реализации той идеи, которую он самую главную задумал, космическая идея, это его волнует, и сейчас все, что делается, это делается в логике этой концепции, ну я уж не говорю про космическую идею, там несколько мировых экономик вообще можно будет спасти, но если мы не запустим локомотив высокоскоростного подвижного состава, потом гиперскоростного, то есть не создадим крупный бизнес посредством наших инвестиций, то ничего этого не будет, я не исключаю то, что запустив цифровой юань, сейчас Китай в том числе будет наблюдать, а что делается в сфере транспорта инфраструктуры, и они сделают какое-то свое решение, мы не имеем права на ошибку, но ошибки закаляют на сегодняшний день компания, и давайте рассмотрим основные принципы антихрупкости компании, это такой ликбез для того, кто пожелает доносить в виде аргументации, потому что для меня это осознание было очень мощным, то есть первое осознание это действительно та компания, которая призвана быть построенной навечно, относительно навечно, будем считать на 100 лет, это и прогнозируется генеральным конструктором, путевая структура делается на 100 лет, и вторая это антихрупкость компании. Первое это система, то есть система гласит о том, что в условиях неопределенности компания независимо от того, как будут ее прессовать обстоятельства, все равно вырастет и все равно будет двигаться по тому направлению, по которому она хотела двигаться. И если бы компания не была антихрупкой, то многие бы обстоятельства, даже мелкие, они сразу бы сломали компанию. Ошибки, это второе, ошибки позволяют корректировать путь. И главное, это говорил в своем интервью, я могу из не интервью, видеоблог, из видеоблога взять именно компоненты антихрупкости, доказательства, что компания, которую мы финансируем антихрупкая, это то, что ошибки не должны быть фатальными. То есть каких-то крупных ошибок допускать нельзя, они и не допускаются, а остальные ошибки это только рост, это только придание еще очень более серьезной антихрупкости. Неопределенность, она наоборот закаляет. Если была бы статичность, если бы сейчас можно было выйти без всяких трудностей, к примеру, на публичный рынок, либо блокчейн рынок, и все произошло, то скорее всего такой продукт, который был создан, посмотрите, в каких условиях всегда создаются продукты в той компании, которую мы финансируем. Перед инотрансом самым первым, за несколько месяцев все было реализовано до первых подвижных составов, а сейчас, если говорить про сроки, независимо от того, экспо будет или не будет, в своем видеоблоге генеральный конструктор сказал, что он предполагал, что экспо может сдвинуться, но он все выстроил, все планы для того, чтобы к экспо было реализовано то, что было продекларировано перед потенциальными заказчиками адресных проектов, потому что это скорость, нужно двигаться, нужно наращивать обороты, и неопределенность, она только закаляет. Контроль, здесь я могу сказать, имеется в виду не про жесткий контроль, наоборот, когда жесткий контроль всех сфер, я прекрасно понимаю, как выстроена система контроля внутри головной компании, и она выстроена правильно, и на самом деле генеральный конструктор сосредоточен на облаке самой важной, самой главной информации, которая приводит компанию к тем целям, которые мы хотим все достичь, мы посредством инвестирования, головная компания посредством коммерциализации, реализации адресных проектов, а остальной контроль делают все остальные подразделения, и сразу переходим на образование, то есть немножко перескочу, это как раз таки тот кадровый потенциал, о котором говорил генеральный конструктор в своих интервью. Традиционная система образования, она не решает тех задач, об этом генеральный конструктор сказал в первом выпуске своего видеоблога по случаю, что невозможно взять на струнный транспорт специалиста с улицы, традиционные университеты, они не вырастили таких специалистов. Необходимо взять того человека, который в принципе может перестроиться много раз, он может изменить свою деятельность, приведу также на своем примере даже. То есть всегда нужно максимально быть именно антихрупким. Если образование актуально, нужно заниматься образованием. если онлайн вебинары либо онлайн система захвата рынка актуальна, нужно заниматься этим. Не рваться к тому, в чем ты силен, не рваться даже на сегодняшний день к своему какому-то предназначению. Кто-то хочет рисовать, но извините, сегодняшняя реалия, она подсказывает, что нужно продавать, что нужно продавать удаленно, онлайн, искать тот продукт, который можно реализовывать посредством этой стратегии. Наш продукт. Скажите об этом, пожалуйста, людям. И они вас поблагодарят, наоборот. И как раз специалисты, кадровый потенциал, который реализуется внутри головной компании, те тысячи инженеров, они могут перестроиться, если с помощью контроля, который реализован внутри головной компании, будет необходимость перестроиться. не золотая середина. Это тоже понятие, которое реализуется сейчас в головной компании, в стратегии развития и в этапах. Выбрана та стратегия, тот вектор, который позволит выиграть время, позволит выиграть деньги, позволит зайти на уровне целого государства, и так как сейчас мировая экономика испытывает определенные трудности, показать и остальным и не распыляться на какие-то небольшие проекты по легкому прогулочному транспорту, по тому, по другому сфокусироваться и выбрать то, что возможно имеет степень риска, но реализовав это, имея все понимание, как это реализовать и выстроив планы и бизнес процессы таким образом, получить полный выигрыш. инвестиции, инвестиции это мы с вами, это составляющая часть антикруткой компании, то есть мы с вами есть грань антикруткости, и это на самом деле заставляет даже испытывать некую гордость, что сейчас многие люди присоединяются и начинают привлекать на сегодняшних этапах инвестиции, решая свои насущные проблемы, развивая бизнес, погружаясь в идеологию и совершенно других граней уже развивая компанию, потому что моя концепция, я сейчас работаю только с молодыми, только с активными, не из-за того, что я как-то средний и более старший возраст не хочу с ними работать, потому что мне нужны новые методы работы, которые они видят, чтобы преобразовать маркетинг, чтобы сделать более лучшие презентации, чтобы сделать тот уровень, который привлечет внимание тех, кто пока что не обращает на нас внимания. Напишите от 1 до 10, как вам концепция антикрупкости компании. И на самом деле это компания глыба, это человек глыба, который сейчас реализует компанию, завтра у этого человека день рождения, я думаю, что заранее не поздравляет, но все вы и в инстаграм поздравите, обязательно зайдите на ресурсы, подпишитесь на веб-ресурсы генерального конструктора, потому что сейчас самый большой психологический прессинг испытывает сам генеральный конструктор. И какая ответственность взята, он прекрасно понимает. Он хотел бы реализовать все, что было продекларировано, если были привлечены те инвестиции, которые были необходимы. Но ни один этап не закрылся так, как должен был закрыться по привлечению инвестиций. Но я думаю, что создавая то, что изменит и подпитает мировую экономику, это стоит того, чтобы стать максимально антихрупкими и создать тот мир, который будет построен на основе струнных технологий. Благодарю за внимание, буквально парочка вопросов, и по традиции от 1 до 10 поставьте оценку вебинару, потому что каждый вебинар я стараюсь сделать уникальным и соответственно готовлюсь к ним. Так, вопросы, друзья? Спасибо. по оценкам все понятно, благодарю, очень приятно. То есть вот даже стратегия, я мог бы проводить вебинары 2, 4, 6 раз, я это делал, и тот, кто знает и помнит, ранее это делалось рекорд 8 раз в сутки я проводил вебинары, но есть понимание, что эффективно, на чем нужно сфокусироваться и что нужно делать максимально кратко. Я думаю, что этот час я не зря украл из вашего времени. Что слышно о токенах? Работа по токенам идет очень мощным образом, и я не могу разглашать информацию, но могу сказать, что создается мощный продукт. возможно будут какие-то сдвижки по срокам именно в реализации самого продукта, потому что создается целая экосистема. Это не просто создать инженерную составляющую, создать цифровую составляющую будущей уже и криптоэкономики, потому что криптоэкономика и реальная экономика будут синхронизироваться. Об этом показывает сейчас как пример цифровой юань. как там иностранные инвесторы поживают. Но несмотря на то, что Кузнецов Виктор у нас много негатива вылил, иностранные инвесторы поживают отлично. Идет развитие сейчас SWC на рынке Африки, скоро мы будем заходить напрямую в Латинскую Америку и также будем повторять опыт рекордсменов наших по Вьетнаму уже на другие страны. Интерес огромный, все понимают даже через настроенную рекламу и цифровые ресурсы, что тема актуальна, и момент совершения сделки, закрытие сделки, темп и время, они сокращаются. Да, коллеги, заранее не поздравляем, и я вам дал Инстаграм, подпишитесь, заведите, найдите в Ютубе как завести, пока что у нас не выложены модули, обязательно вот модуль как завести, как преобразовать в бизнес-аккаунт, как даже дать рекламу, он будет в бесплатном доступе. Далее уже всем, кто от мастера. Да нет, на самом деле негатив это тоже критерий антихрупкости Кузнецов-Виктор, поэтому я искренне благодарю за негатив, и есть негатив конструктивный, есть негатив абсолютно сумасшедший. Задам еще раз, расскажите, пожалуйста, финансово безграмотным, зачем нужна IPO? Саудиорамка, так, я прочитаю и отвечу. Смотрите, вот как раз профессор Катасонов, я лично не знаю этого специалиста, но я бы рекомендовал вам опираться на свой опыт, либо на опыт тех людей, которым вы доверяете. Саудиорамка это не лучший пример IPO, это примерно такой же пример IPO, как Uber. На Uber заработали ранние инвесторы, например, Эштон Качер, например, другие, на Телеграме пытались заработать, но регуляторы финансовые не позволили, ранние инвесторы. И Саудиорамка это как раз тот гигант, который привлекает инвестиции, а для чего привлекается инвестиция на публичное размещение? Для того, чтобы либо смасштабировать бизнес, либо покрыть затраты. Многие компании выходят с долгами. И Uber, Lyft, например, в транспортной инфраструктурной индустрии, это примерно такие же примеры, как Саудиорамка. Очень мощная компания, но не стоит ожидать каких-то больших прибыли при выходе гигантской компании, то же самое, как второе размещение Alibaba. Ну, то есть в нем нет смысла участвовать, если хочется получить прибыль. В нем есть смысл участвовать, если инвестируются большие потоки денег, и если есть инсайдная информация. То есть заработать на IPO можно как на падении, так и на взлете. В Саудиорамка как раз-таки заработали те, кто знали нужную информацию, и все, кто зашли большими деньгами и с определенным анализом и расчетом, они как раз-таки отлично себя чувствовали. Я на самом деле хотел бы не IPO быстрее, а я хотел бы, чтобы компания создала бы коммерческий продукт, и IPO уже происходило, когда происходило бы на масштабирование бизнеса. Но еще лучше, чтобы у компании от адресных проектов были деньги, и на IPO компания выходила чисто в виде маркетинга. от адресных проектов будут деньги, когда они будут реализованы, поэтому я думаю, что тут лучше надеяться быстрее на дивиденды, хотя и IPO, и дивиденды это вещи связанные, но могут быть и отдельными. Так, ну, такие астральные и эзотерические вопросы, у меня есть определенное мнение по поводу этих всех вопросов, но я их на вебинаре публично освещать не буду. Но то, что мы живем в интересное время, это однозначно. И то, что многим придется подстроиться, это тоже однозначно. РСВ конкурент, партнер или параллельная структура, это отдельный, считайте, фонд, инвестиционная площадка, которая привлекает инвестиции. Это одна из первых инвестиционных площадок, которую возглавляет сейчас Максим Исып. Мы постоянно пытаемся друг другу помочь и взаимодействуем, так или иначе. Так, еще крайний вопрос, коллеги, я заканчиваю. Потому что работа непочатый край. Верить надо в себя и в Бога в себя. Да, абсолютно правильно. И верить надо в то, что делаешь и то, куда привлекаешь инвестиции. Я рекомендую вам еще раз потом пересмотреть видеоблог генерального конструктора, обрести более сильную веру в то, что вы делаете и то, куда вы привлекаете инвестиции. Если вы не верите, не привлекайте. Потому что мы найдем тех лидеров, которые сформируют новые рекорды, и это все видно по статистике. Мы тоже работаем с большими данными, большими цифрами, и эти люди будут просто получать предложение. На данный момент это предложение 100-200 человек в день новых контактов. Но по России, по Европе результат сейчас пока что не удовлетворяет меня лично, поэтому мы сосредоточимся именно на дальний зарубеж. Благодарю друзьям. Рад был встрече. До скорого вебинара, как обычно, через две недели. Всем удачи, всем сил, всем терпения, надежды и любви. Любви к тому, что вы делаете. И любви Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите краткий отчет о текущих событиях в разработке внедрения прорывных транспортных технологий Skyway. В этом выпуске французский производитель комплектующих устройств для железнодорожного транспорта становится партнером Skyway. Собственная конструкция прислонно-сдвижных дверей для будущих юнибусов находится на финальном этапе разработки. Отдел BIM повысил безопасность интеллектуальной собственности компании. И в конце выпуска наша традиционная рубрика «Этот день в истории Skyway». А теперь обо всем этом подробнее. Собственная конструкция прислонно-сдвижных дверей находится на финальном этапе разработки. Будущие юнибусы будут оснащены новой эргономичной системой посадки и высадки пассажиров, при этом существенно облегчая конструкцию. Переработана и концепция безопасности транспорта. Более десятка датчиков будут введены в систему для безопасности и комфорта будущих пассажиров. Подробности в нашем сюжете. Наш транспорт сильно выделяется относительно общего доступного. Поэтому мы имеем ряд специфических требований, в частности компактность механизма. И далеко не каждый производитель был готов в принципе начать разработку. Мы взялись за это самостоятельно, потому что краткие сроки и жесткие требования вынудили остальных производителей отказаться. И мы сейчас реализуем эту задачу собственными силами. В моих руках сейчас находятся образцы передних защитных кромок, которые мы будем устанавливать в нашу дверную систему. Они представляют собой непосредственно уплотнитель, который служит для обеспечения герметичности салона от попадания влаги и сквозняков. А также дополнительно датчики. Вот эти покрупнее емкостные датчики, они могут обнаруживать препятствия бесконтактно на расстоянии до 8 сантиметров перед собой. Рядом датчики поменьше это так называемые тактильные датчики. Они срабатывают уже непосредственно при нажатии на уплотнитель. Чем это полезно? К примеру, если дверь уже сомкнулась и между уплотнителей попал тонкий предмет, например, ремешок рюкзака или галстук бант он обогнется и не будет обнаружен в первый момент. Но при попытке освобождения, когда мы натягиваем этот предмет, кромки сминаются и происходит также сработка датчика. Это позволяет предохранить пассажира от волочения транспортом при начале движения. Следующим этапом будет разработка полнофункционального макета дверей для дальнейшей оптимизации конструкции. На нем будут отработаны алгоритмы функционирования системы в штатных и аварийных ситуациях. Полную версию интервью с инженером-конструктором Алексеем Кахановичем вы увидите в ближайшее время на нашем официальном сайте и канале в YouTube. Помимо прочего, один из ведущих мировых производителей комплектующих устройств для железнодорожного транспорта, французская компания Mafilek становится партнером Skyway. Накануне по итогам конструктивных переговоров были достигнуты договоренности о применении нами последних европейских решений в области светотехники и системы HMI. Теперь юнибусы будут оснащены кнопками ручного открытия дверей, что позволит существенно сократить время посадки и расходы на обслуживание транспортных средств. Мы выбрали инновационные продукты компании, кнопки, которые клеятся на поверхность стекла, то есть не требуется никакой подготовки и работают по принципу зарядки современных мобильных телефонов беспроводной зарядки, то есть одну кнопку мы подключаем, а вторая индуктивным методом подключается к основной кнопке и обеспечивает функционирование. Наше сотрудничество Смафили говорит о том, что мы используем качественную продукцию, которая будет служить долгий срок, с которой не будет проблем, и тем самым мы говорим о том, что наши транспортные средства будут надежны вплоть до мелочей. Для соответствия требованиям европейского транспортного регламента юнибусы Skyway комплектуются габаритными огнями, также представленными французской стороной. Приложение для контроля действий с проектными чертежами разработано специалистами отдела BIM технологий. Опытный образец призван запоминать и реагировать на все манипуляции, проведенные с критически важной конструкторской информацией. Программное обеспечение в автономном режиме будет сохранять все версии проекта вне зависимости от того, кто, когда и по какой причине внес изменения в файл. Приложение выведет безопасность конфиденциальных данных предприятия на качественно новый уровень, а в будущем позволит использовать наработанный материал для разработки системы контроля информации об изделии для управления проектных работ. Огромные объемы товаров, которыми обмениваются страны в условия глобальной экономики, нужно быстро и удобно перевозить. Два года назад мы сообщили о создании нового грузового транспортного модуля Uniconto, который можно условно назвать контейнеровозом Skyway. Нельзя недооценивать это событие, ибо грузоперевозки это золотая жила транспортной индустрии, и один из самых значимых сегментов этого рынка контейнерной грузоперевозки. Текущий его размер свыше 8 миллиардов долларов США, а к 2025 году прогнозируется рост почти в два раза до 14 с лишним миллиардов долларов. Напоследок заметим, что интерес к данному типу подвижного состава струнного транспорта Юницкого уже весьма заметен. Следите за обновлением официальных сайтов Skyway, подписывайтесь на наш канал YouTube, поддерживайте наш проект, и у вас всегда будет своя золотая жила. Строй Skyway! Спасай планету!